Всем привет, с вами Андрей. Хочу сегодня рассказать про технологии в 80-90-х годах, которые использовались в магнитофоне. Это автореверс. Вот мы можем просмотреть несколько магнитофонов, которые в то время поддерживали автореверс. С помощью автореверса вы получаете удобство и комфорт прослушивания музыки на кассетах, без того, чтобы доставать кассету и переворачивать ее на другую сторону. В то время автореверс очень сильно удивлял людей. Не удивлял, а был такой ноу-хау. Сейчас же на дворе 2016 год и техникой мы уже ни у кого не удивим. Это уже пошли разные камеры 360 градусов, 3D камеры, квадрокоптеры летают, облака, облачные сервисы и тому подобное. То есть сейчас новые технологии не так остро воспринимаются, как воспринимались раньше. Покажу вам две записи, которые у меня есть. Магнитофон Пионер. Смотрим. Вы гляньте, тупо головка переворачивается. Это реальный крутой реверс. Вообще. А можешь подсветить с другой стороны еще раз? Вот, сейчас, 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 сейчас. Вот, отсюда, вот это, да, 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 вот. Класс. Огонь. Я еще такого не видел. Супер. Следующий магнитофон на Камичи RX202. Посмотрите, как у него происходит. Вау. Вот, вот на то время, вот этот переброс кассеты, переворачивание кассеты было настоящий шок. Вот. И, наверное, каждый любитель звука, любитель хорошей музыки желал такой японский магнитофон. Вы посмотрите, какие технологии. Это же не просто перевернуло и все. Это же галока должна попасть внутрь, подстроиться сверху, подстроить по частотам все это дело. Так что технология выше пилотаж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА